Хотели как лучше, а получилось как всегда. В Николаеве скандал вокруг строительства дренажной системы. Работы, которых люди ждали целых 6 лет, теперь вызывают у них протест и непонимание. Почему, расскажет Марина Михайловская. Бывший посёлок Горького, теперь один из микрорайонов Николаева. Много лет дома здесь подтапливали грунтовые воды. В 2012-м местные власти наконец разработали проектную документацию на строительство дренажной системы. А вот деньги появились только в прошлом году. И за это время ситуация изменилась. В 2012-м году закончилась постройка дренажа в широкой балке города Николаев. И это с начала 2013-го года проблема эта ушла совсем. То есть воды грунтовой нет. Есть колодцы, глубина 6 метров, сухо. Но чиновники учитывать это, видимо, не захотели и провели повторную экспертизу. Объявили тендер, выделили почти 14 миллионов гривен и осенью начали строительство. Однако из-за плохой погоды работы приостановились. На сегодняшний день проект рабочий, проект в состоянии выполнения, его возможно выполнить. И временные интервалы определены до конца 2019-го года. Стройку возобновили в июне. Пока из трёх запланированных километров трассы проложили только 500 метров. На этой улице работы вроде бы закончили. Канаву засыпали. А вот до асфальта дело не дошло. А здесь стройка в разгаре. Всё разрыто и перекопано. Добраться до домов можно только пешком. Ни скорые, ни пожарные доехать сюда не могут. Жители соседних улиц опасаются, что тоже окажутся в такой ситуации. Мы засыпаем улицу за свой счёт. Нам никто ни дорогу не делал. Мы делали сами за свой счёт воду. Мы делали за свой счёт газ. Мы делали за свой счёт улицу. Вот сейчас хотят разрыть улицу нам. Мы против этого. Подрядчики в свою очередь объясняют, что работают согласно проекту. А укладка асфальта или хотя бы щебня в нём не прописаны. А значит и деньги на это не выделялись. Тут написано грунтовая дорога. Понимаете? То есть мы рассматривали вопрос заказчика, чтобы засыпать какую-то стружку или ещё что-то. Но вообще это вопрос строительства дороги. Это вопрос не связанный со строительством дренажной канализации. Но есть среди местных жителей те, кто за строительство дренажной системы и готовы терпеть неудобства. Уладить конфликт должна специальная рабочая группа. Её создадут местные депутаты по решению сессии. Теперь слово за комиссией быть дренажной системой или нет. А до тех пор все работы должны быть приостановлены. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер Николаев.